Всем привет! Меня зовут Алиса, вы на канале Мир Рыболова, а это наша еженедельная рубрика Рыб Новости, где я рассказываю о самом интересном из мира спортивной, любительской рыбалки и всего, что около этой темы. Электроудочники в Подмосковье. Насколько реально теребные сроки для браконьеров? Чуланов и Денисов снова вместе выступят в Пале в 2025 году. Серьезно? Скончался один из основоположников фидерного движения в России. На что ушли 28 миллионов рублей в процессе чистки водохранилища в Калужской области? И помогут ли беспилотники в ловле браконьеров? Смотрите в этом видео. В Подмосковье, в Орехово-Зуево, на реке Клязьма рыбинспекторы задержали двух мужчин, которые ловили с помощью электроудочки. У браконьеров изъяли 100 рыб, общий вес улова составил 122 килограмма. Там были лещи, судаки, щука, платва, караси. В общем, абсолютно разная рыба. Здесь я хочу отметить, что та рыба, которая всплывает, это лишь верхушка айсберга. Рыба умирает гораздо больше. И умирает она не сразу. Еще больше рыбы остается искалеченной. Электрический ток вызывает у рыбы разрывы внутренних органов, судороги, повреждения позвоночника, приводит к разрывам плавательных пузырей. Та рыба, которая выживает, мало того, что искалечена, но и зачастую просто теряет способность размножаться. А если нет, то может передавать генетические мутации по следующим поколениям. И кроме того, помимо рыбы, ток уничтожает и других живых организмов в водоеме. Ну и, конечно же, икру. Новостной источник сообщает, что в случае возбуждения уголовного дела мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Но насколько эти сроки реальны? Я покопался в интернете и нашла вот такие примеры. В марте этого года браконьер из Брянска, которого поймали с электроудочкой, был приговорен всего лишь к 2,5 неделям исправительных работ. А вот, например, 31-летний житель из Новосибирска. Его задержали в мае и писали о том, что ему грозит до 2 лет лишения свободы. Но, видимо, мужчина тоже отделался исправительными работами или, может быть, просто штрафом, потому что информации о дальнейшем его уголовном преследовании я так и не нашла. А как вы думаете, насколько это справедливо? Нужен ли давать реальные тюремные сроки электроудочникам или они могут отделаться штраф? Пишите ваше мнение в комментариях. Пишите ваше мнение в комментариях. Напомним, экипаж Чулан и Денисов выступали вместе в пал только в 2020 году. Но всего за сезон у команды появилось очень много поклонников, которые назвали этот экипаж самым харизматичным. По результату двух этапов в 2020 спортсмены заняли второе место в итоговом годовом рейтинге турнира. Друзья, если вам интересен такой формат, поддержите, пожалуйста, это видео лайком, комментарием и проверьте, подписаны ли на канал. Так мы с вами точно не потеряемся. Еще хочу сообщить, что на сайте Nord Stream до 1 декабря проходит Черная пятница. Скидка минус 20% на все спиннинги и приманки. Она снята из производства серии 25%. Так что, если вы хотели выгодно закупиться к следующему сезону, то это знак. Самое время. После просмотра видеоролика переходите по ссылке в описании на сайт Nord Stream. Многих интересовало, почему тогда, в 2020-м, пути Чуланова и Денисова разошлись. Как сообщили сами спортсмены, конфликта между ними никогда не было. У Петра Денисова возникли разногласия с владельцем компании «Волга Бейтс», в которой тогда уже работал Андрей Чуланов. Соответственно, под эгидой «Волга Бейтс» Денисов выступать не стал. Ну а теперь, когда Андрей Чуланов ушел из компании, у спортсменов нет препятствий и они снова могут творить шоу вместе. Как мы знаем, в среднем один этап ПАЛ обходится в миллион рублей для спортсменов. И это еще без учета того времени, в которое они тренируются и выступают, и, соответственно, не работают. Так вот, будут ли Чуланов и Денисов выступать за собственный счет или под эгидой компании-спонсоров, пока остается тайной. В комментариях к видео некоторые даже предложили открыть народный сбор, чтобы покрыть расходы экипажа на участие в ПАЛе. А как вам новость об их возвращении? Пишите в комментариях. 12 ноября из жизни ушел один из основоположников фидерного движения в России – Сергей Орлов. Спортсмен, председатель фидерной секции Москвы, тренер России по фидерной ловле. Для многих хороший друг и наставник. Сергей Орлов – это легендарная личность, это наш друг, добрый товарищ, наставник и вообще хороший человек. Говорят про усопшего либо хорошее, либо ничего. И вот если положить руку на сердце, то про Сергея ничего плохого сказать лично я не могу. И, наверное, многие, кто его знал. Он был тренером главным, тренером сборной России, многих сборных, потому что каждый год сборная новая. Самое главное, он запомнился, что он был тренером самой первой, и она же золотая, то есть чемпионы мира, золотая сборная, то есть он золотой тренер. Когда с ним было комфортно, что ассоциируется именно с Сергеем, как с тренером сборной России, было то, что каждый день, рано утром, перед тренировкой, вся сборная России выходила на газончик перед домом, и мы делали зарядку. Раз, два, три, закончили упражнение. Вот, все было в таком духе, и некоторые говорили, что, ну, в общем, не верили, серьезно, что у нас будет зарядка. Ну, да, вот такая была дисциплина, такой был настрой на победу. Вот, и, в общем, это малое, чем запомнился Сергей. Как я еще раз повторюсь сказать, плохого про него вообще нечего. В общем, был прекрасный, интересный человек. Вот, жалко, что он так рано ушел из жизни. Так вспоминает Сергея, его товарищ и коллега, рыболов-спортсмен Олег Квициния. Ячинское водохранилище собирались почистить 15 лет, потратили 28 миллионов рублей, а в итоге местные жители заметили только вырубленные по берегам кусты и деревья. Молодой независимый политик Калужской области Константин Ларионов провел свое журналистское расследование, которое опубликовал в местном сообществе. Так как Ячинское водохранилище является одним из основных водоемов Калужской области, эта новость не могла пройти мимо рыболовов. И сейчас я вам коротко расскажу суть претензий Константина Ларионова и рыболов касательно водохранилища и его чисток. На протяжении 15 лет местные СМИ и официальные лица публикуют противоречивую информацию про очистку. То она будет, то не будет, то снова будет, но когда неизвестно и какие подрядчики этим будут заниматься, потом приостановлены. Ну, в общем, и все в таком духе. Но сам корень проблемы не в том, что грязное именно водохранилище, а в том, что 96% стоков в реке региона не чистятся должным образом. А какой смысл тогда чистить водохранилище, если ежесекундно туда попадает вода из грязных рек? Кстати, пример такого нецелесообразного подхода очистки разворачивался буквально у меня на глазах. Несколько лет назад прудик в СНТ, где живут мои родители, решили почистить. Мне этот прудик очень дорог, я там когда-то поймала свою первую рыбу, ротана. Ну так вот, собрались почистить пруд, почистили его, углубили, убрали ил, убрали заваленные деревья по берегам, подстригли, в общем, там навели красоту. Но через два месяца пруд снова неприятно пах, начал заиливаться, соответственно, и туда люди не приходили ни купаться, ни рыбачить. А все почему? Потому что изначально в этот пруд еще лет 15 назад дом отдыха начал сливать нечистоты. И, соответственно, продолжал это делать. И вот какой смысл чистить этот пруд, если нечистоты также сливаются? То есть это то же самое, как сушить ковер феном, когда у вас прорвало трубу. Надо решать основную проблему. Но в случае как с моим маленьким прудиком, так и с Ячинским водохранилищем, эту проблему, видимо, никто решать не хочет. Основными загрязнителями впадающих рек в Ячинское водохранилище является Калужский областной водоканал и ГМП «Энергетик». Логично, что путь к очистке лежит через фильтры очистных сооружений региона, но в этом направлении сделано ничего не было. Так, в 2024 году было потрачено 28 миллионов рублей. И из официальных документов понятно, что эти деньги потрачены на вырубку деревьев и кустов по берегам водохранилища. Вообще, тема экологии для добросовестных рыболов и для людей, которые просто любят природу, она звучит особенно остро. Историй о том, когда на очистку водоема были выделены деньги, а потом они куда-то растворились, а местные жители так и не заметили разницу до или после, у нас, к сожалению, не редкость. Так, например, в нашу редакцию написал Виталий Меньков, который попросил осветить тему загрязнения озера Неры. Я это сделаю, когда изучу подробнее документы, потому что мне не хочется быть голословной и просто кричать, что все. Хотя, может быть, так и есть. В Югре будут выслеживать браконьеров с помощью беспилотников. Сейчас испытания проходят в акватории РТШ. Суть такая, что сотрудники рыбоохраны пользуются беспилотниками. Это помогает им на больших территориях обнаружить браконьеров. И при детализации определить, на какие именно снасти они ловят, то есть запрещенные или не запрещенные. Также беспилотники могут не только цель обнаружить, но и преследовать ее в движении. И это им тоже как бы помогает в погоне. Но насколько это действительно работает? Я опять же порылась в интернете, чтобы рассказать вам конкретные примеры. И из того, что я нашла, такую систему используют в погоне за охотниками, браконьерами, которые незаконно отстреливают животных. Но вот в плане браконьеров и рыболовов это вещи достаточно новые. Вот я нашла статью, в которой рассказывается, что в августе 2022 года на Камчатке было поймано трое браконьеров с помощью беспилотников. Браконьеры с лодкой, с сетями. И ущерб, пресеченный, составил более 3 миллионов рублей. То есть, если бы их не поймали, они на 3 миллиона, значит, рыбы наловили. Но как это посчитали, я вообще не понимаю. И если не объяснили, то как посчитали, зачем, тогда об этом пишут в статье. А как вы думаете, насколько беспилотники реально применимы в охоте за браконьерами, если некоторые сотрудники рыбоохраны жалуются на то, что им буквально приходится покупать бензин за свой счет? Ну а у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели поговорить на следующей неделе. Спасибо и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!